Внимание, внимание! Продолжай, конечно, я хотела разыграть. Ленинградскому зоопарку срочно требуются волонтеры. Для каких работ? Может быть, для игр с животными или написания картин в стиле анимализм? Или, может быть, все намного прозаичнее. Мы сейчас узнаем все у Кати Скрипцовой. Катя, доброе утро. Доброе утро, коллеги. Да, задачи разноплановые. Одна из них – сборка листвы. В Петербурге осень, и ленинградский зоопарк завален красивой, желтой, оранжевой, красной листвой. И сотрудники просят волонтеров прийти и помочь. Но направлений работы очень много. Подробнее о них мы узнаем прямо сейчас. Вместе с нами утро начинает Софья Антоновна. Софья, доброе утро. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие есть направления работы. Давайте в целом подробно остановимся на каждом из них. Сейчас, например, я помогаю садово-парковому отделу. Да, сейчас осень, очень активно падает листва, и близится зима, когда будет много снега. Поэтому нам будет очень полезна помощь волонтеров, и мы будем ждать, наверное, каждого, кто захочет нам помочь. Следующее направление работы – это помощь с устройством интерьеров животных. Расскажите, что нужно делать на этом этапе. Это помощь отделу нашего развития. Волонтеры помогают красить древесину. Но это же, наверное, не для красоты. Нет, конечно, не для красоты. Это чтобы она дольше прослужила, и чтобы это лучше выглядело в вольерах наших питомцев. В целом, это очень полезная помощь от наших волонтеров, потому что мы делаем вольеры питомцев намного краше, интереснее, полезнее для них. Они могут найти больше мест, где можно спрятаться, посидеть, поиграть, например. Японские макаки, которые находятся прямо за нашей спиной, я думаю, будут очень рады такого обновления. С нетерпением смотрят, когда мы новый столик или, возможно, новую кроватку для них подготовим. Ну, а третье направление работы самое интересное. Мы, наконец, перешли к играм после двух этапов работы. Волонтеры могут в том числе помогать взаимодействовать с посетителями зоопарка. Да, все верно. Иногда необходимо рассказывать о каких-то биологических фактах. И чтобы это было намного интереснее, наши коллеги из отдела, из простительного отдела придумывают различные игры, как, например, вот это. Здесь у нас снежный барс взбирается по горе. Итак, чтобы ему пообедать, нужно, чтобы было либо два человека, либо один. И кто быстрее доберется до горного козла? Я так понимаю, что эти игры нацелены не только на развлечения, но есть еще и такая просветительская часть, то есть дети должны что-то узнать о животных. Вот благодаря этой игре что мы можем узнать о этом красавчике-снежном барсе? Конечно. Во время этой игры мы можем узнать, на какую высоту может подняться снежный барс. То есть тут вот есть черточки тысячи. Четыре тысячи метров. Да, аж на четыре тысячи метров может подняться снежный барс, чтобы пообедать. Также мы можем узнать, где же обитает снежный барс. То есть сейчас мы находимся рядом с вольером японских макак. Это самые северные обезьяны. И примерно в тех же широтах обитает наш снежный барс. То есть они соседи. Да. Софья, мы усвоили, какие направления есть. Дорогие телезрители, пожалуйста, наблюдайте. Наверняка возникнет вопрос. Волонтеры активно помогают зоопарку. Эта помощь действительно нужна. Волонтеры могут общаться с животными, возможно, наблюдать. Какие вообще есть дополнительные, такие приятные бонусы для волонтеров за плодотворную работу? Ну, в первую очередь, конечно, волонтеры получают волонтерские часы, которые в дальнейшем помогают при поступлении, при получении повышенной стипендии. Но также, конечно, наверное, самое приятное, то, что можно находиться на территории Ленинградского зоопарка, пообщаться с нашими коллегами, узнать больше интересных фактов о наших животных, именно как их зовут, что они больше любят, именно конкретно наши питомцы. А если так по секрету, можно ли будет обезьянку, макаку, например, подержать в руках? Нет, конечно, животных трогать у нас на территории зоопарка нельзя. Исключение это детская контактная площадка с козочками. Ну, то есть, это отличная возможность, если не пообщаться с животными тактильно, не потрогать их, но, по крайней мере, лучше узнать об их характерах и как раз-таки получить ту информацию о животных, которые при обычном посещении не всегда удается в силу времени просто узнать. Конечно. И также, возможно, что-нибудь узнать из внутренней жизни Ленинградского зоопарка. Благодарю вас, Софья. Но я напоминаю, что в Ленинградском зоопарке набирают волонтеров, набор волонтеров открыт круглый год, и все желающие могут записаться на сайте или в социальных сетях.